Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Ольги Алексеева. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике в сентябре исполнилось 100 лет. Перепись населения – одна из главных направлений работы этой службы. Благодаря переписи можно иметь точные данные о численности населения и социально-экономических процессах, которые происходят в регионах, городах и селах. Результаты становятся основой для разработки социальных программ на ближайшие годы. О том, когда пройдет всероссийская перепись населения, мы поговорим сегодня. Знакомьтесь с нас в гостях – Эльвира Максимова, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике. Эльвира Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Когда пройдет всероссийская перепись населения? Зачем она планировалась в октябре, но из-за пандемии перенесли сроки? Когда пройдет? Да, действительно, перепись перенесена правительством на апрель 2021 года и пройдет она с 1 апреля по 30 апреля следующего года. Вообще, этот перенос для нас достаточно комфортный, то есть мы не сильно сместились относительно 10-летнего цикла проведения переписи, а во всем мире рекомендуется проводить переписи один раз в 10 лет. Эти полгода позволят нам более качественно подготовить и программные средства, и технические средства, потому что перепись все-таки у нас первая цифровая, как мы ее называем. И апрель – это достаточно малобобильный месяц, то есть люди еще не находятся в отпусках, мы надеемся, что мы застанем их дома. Вы уже упомянули, что будут применены цифровые технологии, в чем будет заключаться их суть? Ну, во-первых, каждый из нас может пройти перепись на едином портале государственных муниципальных услуг. То есть в любое свободное время, можно ночью, можно утром, каждый из нас может переписать себя и членов своей семьи на ЕПГУ, имея стандартную учетную запись. Кроме того, переписчики у нас пойдут с планшетами, то есть не с традиционными бумажными переписными листами, а с планшетами. Что это им позволит? Ну, во-первых, удобнее, современно. Удобная навигация позволит переходить от вопроса к вопросу. Большое сокращение времени проведения переписи каждой семьи. И программные средства, сам переписной лист, операционная система, все это будет у нас в отечественной разработке. Ну, наверное, это дополнительная защита от несанкционированного доступа и утраты информации. Можно будет, конечно, и традиционно переписаться, если гражданин не хочет пускать домой переписчиков, он может прийти на переписные участки и там переписаться на стационарных переписных участках. То есть все варианты участия в переписи у нас предусмотрены. А конечный результат не будет меняться, исходя из этого? Использование планшетных компьютеров, использование цифровых технологий, конечно, значительно сокращает сроки проведения переписи. Кроме сроков у нас уменьшается и количество переписного персонала, потому что нагрузка на каждого переписчика больше становится. Что у нас сокращается? У нас не будет кодировки информации, у нас не будет сканирования переписных листов. У нас и получение итогов тоже будет все ускорено. Уже в конце осенью 2021 года у нас будут первые итоги, мы их увидим. И окончательные итоги будут опубликованы до конца 2022 года. И при этом уже Росстат хочет предоставить не просто стандартные наши таблицы, сборники, которые всегда готовятся по итогам больших таких работ, но и предоставить доступ пользователям к данным микропереписи, к микроданным переписи. То есть любой из нас может создать свой уникальный запрос и получить информацию, ту, которую ему нужно. Сейчас какая подготовка идет? На каком этапе? Подготовка к переписи идет у нас в плановом режиме. На сегодня утверждены организационные планы проведения переписи по каждому муниципальному образованию. На основе их сделан сводный организационный план по республике. Что это значит? Что у нас составлены списки по каждому району, в целом по республике. И включены в эти списки все жилые дома и нежилые здания с тем, чтобы разбить территорию нашей республики, территорию муниципалитета на счетные участки. За каждым счетным участком будет закреплен переписчик. То есть на основании этого организационного плана мы знаем, сколько нам нужно переписчиков. Основная задача это объяснить населению, для чего нужна перепись, почему важно принять участие каждому из нас в этой переписи, показать все возможные способы участия в ней. И в апреле переписчики пройдут обучение обязательно. То есть не просто вот мы их подобрали, и они должны пройти обучение, тестирование. И еще в конце марта, ну во второй половине марта пройдет еще раз проверка предпереписная готовности. Да, новые дома будут включены в списки, какие-то снесенные удалены будут. То есть вот эта работа будет проведена еще раз дополнительно, и с тем, чтобы переписчик пошел уже с актуальной информацией по своему счетному участку. Состав вопросов остался прежним или изменился? Традиционно вопросы переписи касаются возраста, брачного состояния, образования, национальной принадлежности, какие языки знает человек, жилищные условия, занятость, миграция, то есть вот эти все вопросы. И они должны повторяться из переписи в перепись, чтобы можно было выстроить какую-то длительную динамику, чтобы сравнить эти данные. Но в то же время, конечно, жизнь диктует новые у нас новые... Правила. Да, новые правила. И мы должны включать и в переписные листы новые показатели. Ну, например, в этом году, в переписи 2020 года будут включены показатели об использовании в повседневной жизни русского или других языков. То есть раньше мы просто говорили, что знаем такие-то языки, а теперь будем спрашивать, какие языки используются в повседневной жизни. В перечень источников средств существования включена занятость, самозанятость включена. Есть такая категория жителей. Да, 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 появилась, да. И важно еще раз напомнить здесь, наверное, что размер дохода мы никогда в переписи не спрашиваем. Размер дохода – это не важно. В блоке занятости добавлены также вопросы, касающиеся внутрирегиональной и межрегиональной миграции. Внутрирегиональной – это что? Из Кугейс у нас едут люди в Чебоксары. Для того, чтобы правильно выстроить маршруты, транспортная доступность была обеспечена, это, конечно, нужно знать. Вот этот вопрос тоже сейчас включен. Будут спрашивать переписчики вопросы, касающиеся, зарегистрирован или нет опрашиваемом месте, там, где мы его опрашиваем. В сфере касательно образования, там тоже будет ряд вопросов уточнены, в том числе в соответствии с новым законом, приведены вопросы, касающиеся высшего образования. С какого возраста можно участвовать в переписи? Переписываем мы все население нашей республики, Чувашской республики. Но самостоятельно на вопросы переписного листа гражданин может отвечать с 14 лет. Детей младше этого возраста переписывают на основании сослов родителей, других родственников. И переписываем мы население по месту его постоянного проживания. При этом это помещение, эта площадь, то есть он может и не зарегистрирован там быть. Это там, где он больше всего проводит времени. А если человек отказался от ответов на вопросы какие-то, которые ему не нравятся, возможно, или его нет дома, то как с такими быть? Для того, чтобы обеспечить полноту сбора, нам, конечно, нужно переписать все население. И если человек отказался от участия в переписи, или мы его не застали в соответствии с законом, мы можем получить информацию из административных источников. Но при этом, конечно, весь большой массив информации касательно национальности, образования, занятости, он будет утерян. Мы будем брать только два показателя. Это пол и возраст. Хорошо. Вот как изменилось число населения республики за последние годы, вот если смотреть динамики? Население нашей республики на начало 2020 года оценивается нами 1 218 000 человек. По сравнению с 2010 годом, то есть за 10 лет, сократилось оно на 38 000 или 4%. При этом численность городского населения у нас увеличилась на 40 000, а сельского сократилось на 78 000 человек. И доля сельского населения в 2010 году, она у нас была 42% почти, сейчас не достигает и 37%. Но вот соотношение мужчин и женщин, оно практически не изменилось. В 2010 году у нас доля мужчин была 46,5%, сейчас 46,8%. Ну, то есть какой-то положительный здесь все-таки есть, да. И в течение пяти лет у нас с 2012 по 2016 год был естественный прирост населения. Но даже в этот период население нашей республики сокращалось за счет миграционного оттока. И в последние три года за счет обоих компонентов численность населения республики сокращается. Это и за счет естественной убыли, и за счет миграционного оттока. Ну, и тоже такой хороший пример, наверное, это на 1 января 2017 года у нас численность населения Чебоксарского городского округа превысила полмиллиона человек. Хороший показатель. Будем надеяться, что он будет увеличиваться. Левия Геннадьевна, что бы вы в завершение могли пожелать нашим телезрителям? Я хотела бы пожелать всем и сказать, что Росстат делает все возможное для того, чтобы участие в переписи было для вас удобным, комфортным, и она стала ближе для вас. И надеемся на ваше активное участие в переписи. И давайте вместе создавать будущее, потому что слоган переписи 2020 года – это «Создаем будущее». Левия Геннадьевна, спасибо вам, что пришли к нам в студию с праздником от столетия образования. А я напоминаю, что у нас в гостях была Альвира Максимова, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике. До свидания. Спасибо вам. Субтитры подогнали Симон.